МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это День города в студии Кристины Бочкарёва. Здравствуйте! Главные темы дня. Спички детям, не игрушки. В пожаре на улице Чернышевского погиб ребёнок. Мелочь, а неприятно. Регион атакует назойливые насекомые. Копейка рубль бережёт. Центробанк запустил всероссийскую акцию. Ребёнок погиб на пожаре. Произошло всё 21 мая на улице Чернышевского. Однако при расследовании ситуации всплывают довольно пикантные подробности. Это кадры последствий пожара на улице Чернышевского. Всё случилось днём в многоквартирном доме. Свод КМЧС изобилует сухими цифрами. Вызов поступил в 14.46. Горела квартира на втором этаже с приходом огня на кровлю. Ликвидировали возгорание 59 огнеборцев. Уже после стало известно, что в огне погибла девочка 2019-го, год рождения. По данным следствия, 21 мая 2024 года, в дневное время, в квартире одного из домов по улице Чернышевского города Рязани, четверо малолетних детей остались без присмотра, поскольку их родители, будучи в состоянии алкогольного опьянения, легли спать. Мальчик баловался со спичками, вследствие чего в квартире начался пожар. Разбуженные ребенком родители не смогли реально оценить обстановку возгорания квартиры и принять меры для спасения всех своих детей, в результате чего девочка 2019 года рождения погибла. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Назначены необходимые экспертизы, проводятся процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также сбор и закрепление доказательственной базы. Помимо этого будут проверены условия жизни и воспитания детей, а также дана надлежащая оценка деятельности органов системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В среду, 22 мая, в Рязани возобновили работу платные парковки, сообщает городская администрация. «Просим водителей обращать внимание на дорожные знаки, указывающие о наличии платной парковочной зоны», говорится в сообщении. Власти напомнили, что оплатить парковку можно с помощью смс-сообщения, а также через мобильное приложение «Горпарковки» и в личном кабинете на сайте. По всем возникшим вопросам по оплате, необходимо звонить в контактный центр по телефону 4192-50. Напомню, теперь час парковки стоит 40 рублей. Дополнительную информацию можно увидеть на сайте «Парковочное пространство Рязани». Работа происходит в тестовом режиме, сообщают на сайте. Жители Рязанской области столкнулись с нашествием мошек. Информация об этом появилась в районах региона. Жалуются на назойливых насекомых люди и в областном центре. Подробности в нашем следующем материале. Резкое потепление и обильное весеннее половодье в регионе. Такие возможные причины атаки мошек на Рязанскую область называют эксперты. Численность этих назойливых насекомых больше по сравнению с прошлым годом в связи с условиями их размножения в 2024. Размножаются мошки в проточных водоемах. На затопленных паводком участках обстановка для размножения насекомых и выживание их личинок оказалась благоприятной. Конечно, специально мы эту проблему не изучали, но исходя из особенностей биологии этого вида, этого семейства, мы можем предположить, что такой высокий подъем численности связан именно с высоким уровнем разлива. Потому что мошки, основная часть их жизненного цикла проходит в воде, то есть яйцо, личинка, куколка у этих насекомых развивается в водной среде. И поэтому вот такие благоприятные условия, высокий уровень разлива могли повлиять на высокую численность этих насекомых. Жизненный цикл мошки составляет от двух до трех недель. Поэтому дискомфорт от нашествия этого насекомого продлится недолго. Кроме того, каким бы раздражительным фактором не были мошки, для экосистемы они важны, рассказывают биологи. Они играют очень большое значение, потому что их личинки, куколки, служат кормом для рыб, например. То есть имага активно поедает птицы. То есть в экосистемах они являются очень важным таким трофическим звеном. То есть для природы это хорошо, но для человека, в общем, не очень хорошо. Для того, чтобы пережить это время без последствий, стоит запастись репеллентами. Благо, ассортимент в магазинах позволяет выбрать подходящие, конкретно по видам насекомых. Средством от мошкары могут стать и подручные средства, которые есть на кухне у любой хозяйки. Ванилин можно использовать для защиты от назойливых насекомых, растворив его в воде и опрыскав сладким составом открытые участки кожи. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». С 20 мая по 2 июня 2024 года при поддержке Банка России в регионе проходит всероссийская акция «Монетная неделя». Ее задача вернуть в оборот монеты, которые осели в копилках россиян. Это ни много ни мало 72 миллиарда монет. Антон Лаврентьев в банк пришел с небольшим мешочком мелочи. Внутри 50 и 10 копеечные монеты, плюс рублевые и двухрублевые. Забрал где-то мешок, накопилось, где-то в сдачу собирал, в банку, так потихоньку накопил за год. По прикидкам Антона, насобирал он не больше сотни. Всю мелочь высыпают в специальный автомат. Сумма рассчитывается автоматически, а мелочь сортируют по номиналу. Как итог, Антон Лаврентьев насобирал. 73,30, 774,30. Обменять тяжелый груз монет на легковесные купюры можно в рамках акции «Монетная неделя». В эти дни мелочь меняют без комиссии. А итоговую сумму можно получить как наличным, так и безналичным расчетом. То есть сразу на счет. В рамках акции рязанцы могут принести монету в офисы банков участников. Заранее желательно ее разложить, чтобы эту операцию провести гораздо быстрее. Обменять можно либо на банкноты, либо положить на счет. Условия участников банка можно узнать будет в каждом офисе, обратившемся для обмена. Монеты можно принимать как окисленную, погнутую, поцарапанную, потемневшую. Самое главное при себе иметь паспорт. Основная задача «Монетной недели» – вернуть в оборот монеты, которые осели в копилках россиян. В обращении сейчас больше 72 миллиардов монет. Это в среднем по 500 штук на одного жителя страны. Проблема в том, что большая часть этих монет не используется. Как результат, страдает точность расчетов. На чеканку новых монет тратятся дополнительные средства. Условия акции в каждом банке могут отличаться. Например, в некоторых могут предлагать сувениры или памятные монеты. Конкретные условия можно уточнить на сайте монетнанеделя.рф. В прошлом году во время акции «Монетная неделя» жители Рязанской области сдали в банк 170,5 тысяч монет. Сегодня, 23 мая, в 16.53 по Москве случилась последняя полнолуния весны с поэтичным названием «Цветочная». Своё название майская полнолуния получила благодаря времени года, когда природа находится в полном цветении. Полнолуния является одной из фаз лунного цикла, когда луна полностью освещена солнечным светом и видна с Земли как полный диск. Ожидается, что лунный диск будет казаться полным как за день до, так и после основного события, что позволяет любоваться этим зрелищем в течение нескольких дней при ясном небе. Во время полнолуния рядом с Луной можно наблюдать Антарес – яркую звезду красного цвета, которую часто называют сердцем Скорпиона и иногда путают с Марсом из-за её красноватого оттенка. Традиция давать названия различным полнолуниям исходит из древности и варьируется в зависимости от культуры и характерных особенностей каждого месяца. В мае полнолуние в северном полушарии связано с распускающимися цветами, отсюда его название «Цветочная». Следующее июньское полнолуние будет именоваться розовым. 23 мая в Вознесенском храме Рязани божественная литургия состоялась сразу на трёх языках. Французском, английском и церковно-славянском. Службу вели священнослужители Африканского экзархата Русской Православной Церкви и Скотт-де-Вуар Центрально-Африканской Республики Габона, Бенина, Камеруна и Буркино-Фасо. Строки из священного писания сегодня звучат на французском языке. Читают их священники из разных районов Африки. Здесь и Кот-де-Вуар, и Камерун. География большая. Оттого божественная литургия в Вознесенском храме, можно сказать, мультиязычная. Она проводится на французском, английском и церковно-славянском языках. Священнослужители из Африки проходят практику в России. Обучение у них длилось три месяца. Службы они проводят как в столице, так и в ближайших городах. Сегодня они посетили Рязань. А это уже церковно-славянский язык. Строки из Библии читает Даниэль Ивбру, или Иерей Даниил. Ему 46 лет. По профессии он учитель информатики. В православие мужчина пришел после посещения Израиля. Обучался под чутким руководством православных священников. В Африке существовало православие. Однако именно сейчас мы проживаем настоящий православный опыт. И за время, что мы здесь находимся, мы получили большое воодушевление. И благодарим Господа за ту благодать, что получаем здесь. Богослужение в Рязани становится уже доброй традицией. В прошлом году в Вознесенском храме были священнослужители африканского экзорхата РПЦ из Нигерии, Центральной Африканской Республики и других стран. В этом Камерун, Буркино-Фасо, также Центральная Африканская Республика. И вот в таком многоязычии мы совершим божественную литургию, напомнив прихожанам о том, что православие – это вера истинная, которая распространена по всему лицу земли. И в каждом уголке земного шара совершается православная молитва. А сегодня мы совершим ее здесь все вместе. По окончанию практики священнослужители получают сан диаконов или священников. А после отправляются в родные края, где продолжают служение. В этот раз с рязанскими дарами. Священнослужителям подарили иконы рязанских святых и книги с описанием местных святынь. В художественном музее новая экспозиция. Выставку приурочили к 225-летию Александра Сергеевича Пушкина. Пушкиниана Анатолия Зыкова выполнена в разных техниках и примечательно отличным от шаблона, видением судьбы и творчества национального гения. Литография и живопись 19 произведений Пушкиниана Анатолия Зыкова показывают нам солнце русской поэзии в совершенно разных ракурсах. Так в экспозиции соседствует беззаботный мальчик с измученным и замкнутым юношей. Причем, несмотря на то, что талант Анатолия Зыкова сложился в пору сурового стиля, где превалировали укрупненные формы, художник смог предложить свою собственную пластическую интерпретацию облика поэта. Но при таких, казалось бы, скромных масштабах она довольно полно представляет нам Александра Сергеевича Пушкина. Ведь Пушкин, с одной стороны, тема неисчерпаемая и открытая для всех, с другой стороны, требующая большой смелости и ответственности от человека, который за нее берется. Анатолий Иванович Зыков как раз отличается большой ответственностью подхода к фигуре национального гения. Анатолия Зыкова интересует не только биография солнца русской поэзии, но и его творчество. Впрочем, у Пушкина сложно отделить одно от другого, особенно если речь идет о лирике. Ведь каждое стихотворение Александра Сергеевича – это буквально отражение его внутреннего мира, который формировали штормы событий в судьбе поэта. Будучи поклонником Пушкина с детства, Анатолий Зыков все же отдавал предпочтение именно поздним стихам автора. Дело в том, что, ну как мы все, Анатолий Иванович встретился с Пушкиным первый раз, еще, наверное, не умея читать. И как он сам писал в своих текстах, первую половину жизни я прожил с убеждением, что о Пушкине я все знаю. Когда взрослым человеком берешься за, казалось бы, давно знакомые программные, пройденные в школе стихи, то вдруг обнаруживаешь в них совершенно другой взрослый смысл. И Зыкову интересует прежде всего вот этот взрослый Пушкин. Собственно, как я уже сказала, сам-то он к Пушкину пришел на склоне уже своих лет человеком с опытом житейских переживаний, житейских испытаний. В непростой действительности 90-х годов прошлого века в стихах позднего Пушкина Анатолий Зыков видел поддержку и утешение. В своих заметках художник с восторгом писал, «Вот чем нам дорог Пушкин – сопротивляемостью, жизнелюбием, надеждой, светом». Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом у меня все. Еще больше новостей на сайте город62.тв и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!